Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оно удобно, когда человек лежит, его нужно там закутать полностью Или сел и обкутать А я говорю, Голя, представляешь себе, вот идешь где-то, прям очень сильно замерз, потеря тепла идет, согреться ты как бы идешь, но не можешь согреться Смотри, тебе нужно где-то сесть посидеть какое-то время Говорю, удобнее же, конечно, плачь То есть ты сел вот даже в машине зимой, оделся каждый, сел, закутался, все тепло никуда не уходит Вообще классная штука Вот мы взяли таких скобок, общать вроде бы для тех 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Я просто не помню, наборочку брала я или нет, покупала или нет 2, 3, 4, 5, 6, 7 На Алиэкспрессе нашла, ребята, ссылочку оставлю на Алиэкспресс в описании видео Просто мощь, раньше их не было Сначала были только плащи, ой, только эти, одеяла А сейчас сделали плащи вот такие Ну, какая суть? Пишется, что они одноразовые, но они не одноразовые явно, смотря как вы будете носить, как идти Суть какая? Фольга удерживает температуру тела Она возвращает назад тепло Она не дает ей, ну, выходите Фольга Хотите сохранить еду горячей, когда идете на пикник, заверните ее в фольгу Все, и вам эффект вот этот тоже будет Вот я думаю, Григорь, давай возьмем, купим, чтобы они у нас всегда в машине с собой были Всегда с собой были Вот, нашла на Алиэкспрессе Я не знаю, как будет ее за это назад Но, короче, фольга сохраняет тепло В отделе и какую-то часть тепла она не выходит Это очень классно, потому что когда переохлаждение Ну, пример, элементарный пример Вы без спичек Поехали куда-то, не знаю, обмокли зимой, вам нужно добраться до места Да, в машине даже элементарно доехать В одежде у вас мокрая, переодеться не во что Ну, бывает, под воду провалились или еще что-то Не можете развести огонь Ну, разные ситуации Или не хотите ждать У вас вот машина, вам быстро домой добраться И понятно, что быстренько сделали, тепло не терять Это я так, одну из всевозможных ситуаций привела Вот, или стали, например, в машине Нужно согреться, пробка где-то, затор, не знаю, снежный затор Нужно какое-то время продержаться В машине подтапливаете, ну, понятно, бензина, например, немного И вот такая ситуация, такие плащи прям очень большая выручка Намного удобнее, мне кажется, в некоторых ситуациях, чем одеяло Вот мы на Алиэкспресс заказывали Ну, и плюс на Алиэкспресс не устану об этом повторять Потому что у нас со временем такая сумма хорошенькая копится Копится, копится, копится Мы заказываем через Cash for Brands Через кэшбэк сервис Потому что если напрямую зайти на Алиэкспресс заказать Вы просто закажете и все, вам никто за покупку деньги не вернет А если заходите через кэшбэк сервис То кэшбэк сервис за то, что вы зашли через него И зарегистрированный у них Возвращает вам определенный процент за вашу покупку И если, например, вы пользуетесь такими магазинами, как М-Видео, Лабирин, Дочки-сыночки, Озон, Алиэкспресс Этот еще как-то его, Эбэй Я им не пользуюсь, не люблю его Ну, кто пользуется Мы М-Видео пользуемся Очень выгодно заказывать, потому что хорошие скидки То есть потом возвращаются, и мы эти деньги выводим И тратим, как считаем, нужно Поэтому для нас, конечно, такая находка была, кстати Я ссылочку на кэшбэк оставлю в описании видео Смотри, как я круто сложила Ага Молодец! Ага, я таки сложила Так что я... кто молодец? Я молодец! Ну что же, ребята Все-таки кладут второй слой асфальта Мы снимали в каких-то видео, что у нас кладут асфальт Молодцы! Качественно делают Первый, второй слой Несмотря на то, что как бы глухая деревня Ну, она не глухая, в принципе Но сама суть Далеко находятся от трассы Приглушенные Ну, далеко от трассы находятся, да Они не федеральное назначение дорогой Все равно, смотрите, как хорошо кладут Молодцы! Второй слой уже кладут Везде Все делают что-то разное Помогаешь и уважаешь своего мужа Папа созванивается Мама готовит еду Аня с Борей играют Да Это лошадки Лошадки В... Варби Я все-таки хочу перейти на свои лаваши То есть сыр заматываю в тесто Посмотрим, что из этого получится Ты чайок попей Дай, попей Тема у нас тут с Сашей И сидят в планшетах Ну, и я тоже Какой чай вкусный! Скажи мне! Я пришел к вам на чай питье Здравствуйте! Не желаете ли чайку чаю? Спасибо! Спасибо! Очень вкусно! Смотри за кого-то Бери! Вот так! Вот так! Скажи! Вкусный чай! Очень вкусный, да? Ой какой вкусный чай! Да, смотри! А Шанька хочет еще кашки, смотри! Мммм! Ты будешь кашку? Кашку будешь? Насыпай кашку Док! Кашки много там! Да! Док! В строю Солнце мое Взгляни на меня Это что было? Где же ты теперь воля вольная С кем ты сейчас Ласковый раз и встречаешь Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя Головы до плеч Утерпеливые Под плец Под плец Что это было? Это не учительница сказала Записывать песни Слушай, ты настолько выросла в своем голосе Я слушаю, более глубоко стала петь Есть еще где-то моменты, когда в нос поешь, но Долго стала тянуть Потому что правильное дыхание нужно отбирать Вообще! И вот скажите, что по интернету с учителем вокала не работают эти репетиции Теперь есть одна проблема, как ее скачать эту караулку Нужно, чтобы папа установил тебе определенную программку, когда можно будет скачать Понятно, тогда пока запишу до спасти К папе пойди, пускай папа тебе скачает на нашем Хорошо Вообще круто поешь, молодец Сейчас еще до спасти Нравится тебе заниматься? Да, очень, сейчас буду еще до спасти это записывать Хорошо Нет, она садит мучить это, но она мне сказала, как это сделать Классно Слушай, какая она бархатная Мы Саня пробуем сыворотку Вот это первое чувство, да? Скажи А не таковой бархат, мы тут сыворотку пробуем Она такая, а я вот тут всего лишь стерла лишнее Это та, что это? Мультивитаминная А у нее свойство такое, как бархат Одной капельки хватает растереть все лицо Одной капельки У меня такие густые капельки Полностью на все лицо растереть Это это Ну, теперь вы у меня обе бархатные будете Да, витаминная маска на лицо Что же я сам и делать буду? У вас же теперь нужно хранить в этом Хранить! Слушай, какое классное чувство Никогда ничем не мажусь А здесь решила вместе с дочкой Она начала размазывать Думаю, дай-ка я попробую Вообще бомба Здесь этих 18 аминокислот Или были А лет 11 Не помню Короче, очень много аминокислот Витаминов разных Всего нет Паша Паша Пусти Борю Саше в этом Пашень, ты мне нужен сейчас Хорошо, сейчас Саша Попрыгай, пожалуйста, с Борей в батуте Паша Смотрите Смертельный номер Тачка склонна переворачиваться сюда Вам нужно держать эту сторону Ну, потому что она на холме стоит Тут 200 кг Ого Ты хочешь тачкой перевезти Если я буду катить А солому Розетта Ого Ребята Как вы думаете Удастся ему этой маленькой тачечкой перевезти солому Что-то я прям нервничать начинаю Паша Аккуратно Боря Короче, смертельный номер Серьезно Что, серьезно? Ого Иди сюда Я придерживаюсь А эту сторону Она же маленькая такая Это тачечка А эту сторону придерживаюсь Тачечка муравейчик Ты ж такая маленькая у нас Муравей мы держим Ого Папа Ну ты замахнулся, конечно Крутая Я не замахнулся Я сейчас им перевезти Если я буду просто катить То я сейчас соломой Парастеряю А потом идти замекать Вот это Слушай Для картошки Подготовить солому Ее отместим Вы вытворяете, конечно Разворот на месте Вместе мы кто? Сила Мы сила вместе Реально, вместе мы сила Вы посмотрите, что они вытворяют Моя семья Вы посмотрите на них, труженики Аккуратненько, Паша Здесь крапива Все Вообще класс Давайте все на эту сторону скидываем Куда? На какую? Здесь все мы это? Как же ее? Я говорю, все на эту сторону. А, мне показалось, на эту сторону все скидываем. Аккуратно, на грядку не встаем. Тут же грядка, нельзя сюда скидывать. Три, четыре. Ай, молодцы. Красота. Команда. Дай ласт. Дай ласт, да. Тих, 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 тих. И никто никому не попал. Картина маслом. Ему уже больше месяца, а он все к маме бежит. Да, да, корми, корми. Хотя ест он уже у нас, котенок, все подряд. И косточки грызет с подрыбой, все ест. Чего ты, чего ты? Дай, дай, скажи. Ты что, где-то лапку повредила? А что ты хромаешь? Ты что хромаешь? Где-то, видно, да, лапку повредил. Хромает. Ай, мурчишь, как мурчишь. Ай, мурчит. Глазки нужно промывать. Какие-то котята получились у морковки. Слабенькие. Слабенькие, они непонятно почему. Дай, дай, да. Дай, смотрите, смотрите, что вытворяет. Вот один из них остался живой. Он что-то с лапкой уже хромает. То ли где-то откуда-то упал, а он же лазит уже везде. Ай, смотрите. У Ириски тоже только морковка выжила. Вот это единственный котенок из четверых у Ириски. А в трое умерли. Вот у морковки тоже. Один остался. Кормись, кормись. Они вместе соединяются. Это? А, нет. Они вместе соединяются вот здесь. Вставляем их сюда, они вместе соединятся. Я уже говорил. Да, так я тоже говорил. Паша не говорит, что так нужно сделать. Ты посмотри. А, да-да-да, вот. Это штука. Внимательно. Это моя. Это штука. Она мне на еменье не показывалась. Их вместе нужно. А вместе? Ну, неважно. Вот так. Да, мне все-таки кажется, что она будет ездить вот так вот. Мне кажется, что она будет ездить вот так вот. А не вот так. Потому что так двигатель будет по полу. Привет, Снежочек. Ты проснулся у нас с утра. Понедельник. И мы решили сделать вот такую машинку на солнечной батарее. У нас был конструктор. Смотрите, короче. Поехали. Реально движется, ребят. Стоп. И тут финиш. Стоп. Смотрите, какой финиш Паша придумал. Йоо. Она остановилась. Паша, отодвигайся. Паша, отодвигайся. Да. Еще не зонка, чтобы она не упала. А Паша такой. Видите, да? Паша, забирай быстрее. Да, видите. Какая у нас машинка сходит. Что мы делаем? У нас переворот в игровой. Мы время от времени любим перебирать игрушки и отдавать то, чем дети уже не пользуются. Знаете, есть такое правило. Это особенно касательно детей или мам, которые любят заниматься собирательством. А в доме есть определенное количество, ребят. Ребят, подождите, пожалуйста. Есть определенное количество места. И пока оно не освободится от всего ненужного, в доме не сможет появиться что-то нужное. И вот мы понимаем, у нас есть определенное количество полочек. И не может сюда прийти что-то другое. Пока мы не переберем, правильно? И не отдадим что-то, чем мы уже не пользуемся. Поэтому где-то раз в год мы делаем такой переворот. Пересматриваем все игрушки. Проверяем, нужны ли они еще кому-то. То есть пользуются или нет дети ими. И все, что не нужно, мы отдаем. Освобождаются полочки. И туда ставится что-то, то, что сейчас по их возрасту нужно или на данный момент, чем они увлекаются. И вот то, чем мы сейчас занимаемся. Нужно вот это? Так, давайте перебирать все свои игрушки, конструкторы. Вот это. Иго! Иго! Иго, привет! Эго, а чего-то вы мовите все? Иго! А чего-то вы все? Меня зовут Ребекка. Ребекка? Ребекка. 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 А я Стив. Иго, ого-го-го. Не знаю, что я могу так уметь прыгать. Теперь. Мама, могу я вспомнить детство или нет? Нравится? И колобок! Не едешь ты меня? И летит гигантский металлель. И что ты сделал? Ты зачем лошадей сбил? Вот что в итоге у нас получилось. Здесь мы освободили одну, две, три полки. Это я белье только что поснимала. Нужно будет его повесить. Частично вчера сняла, сегодня стирки столько у нас. Здесь освободила одну и две полки. Получается пять полок мы освободили. И теперь их дети занимают своими поделками. Потому что их некуда ставить. Вот поделка. Вот то, что они делали на солнечной батарее. Сейчас ее нужно сюда поставить. Вот так вот. Она заряжается. Потом ездит. Лучше ее привернуть. А что? Сказать, заряжается? Она не заряжается. Она не заряжается? Она сразу, как солнце попадает. Это же не камушки светящиеся, которые ты насветил. А зачем переворачивать? Потому что свет может пропасть из-за кна. И что? Очень ярко. И она поедет. А она автоматически едет? Да. А, понятно. Солнце, когда падает на нее... Она едет. У нас 30 в тени. И вот скажите, что в Сибири нет лета, а? Да, ночью прохладно. Из-за этого легче спать. Потому что, когда мы жили в Черкасской области, там что ночью, что днем одна температура. Вот у нас 30 в тени днем, но при этом прохладненько ночью. Это свой плюс, потому что успевает все остывать. Есть возможность передышки от этой жиры. Ну, а днем вот такая у нас красота. Вы что там вытворяете? Он падает специально, да? Нет, он не по меня падает. Не, он, смотрю, специально прыгает, прыгает, прыгает. А вот там раз и падает. Видишь? Ой, ты красавчик. Вот так вот прыгает. Так смешно. Так, ты аккуратненько посерединке прыгай. Саша, давай ему место, чтобы он посерединке прыгал. Покажи ему, где смайлик. Да, вот там, вот там. Ох, обожаю этот батут. А потом он переносит это батутство на кровать. На кровати начинает так же прыгать. Хорошо, когда такой батут есть, когда дети, дети, ну, в селе, и много особенно детей. Да не только много. Они с него не слазят. Они с ним 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 не слазят. Они слазят. Они слазят. Они слазят. Они слазят.